История, о которой вы сегодня услышите, расскажет вам об одном из миллионов эпизодов Великой Победы. Есть человеческая судьба и есть судьба награды. И судьбы эти сплетены воедино. Январь 2024 года. В руки оперативного дежурного УМВД России по городу Владикавказу попала очень ценная находка. Награда времен Великой Отечественной войны. Орден Красной Звезды, который совершенно случайно был найден жительницей Владикавказа. Моя мама Ходова Наталья Ивановна, она уроженка Ростовской области. Орден, как она нашла? Она в очередной раз у себя в палисаднике сожгла и наткнулась на что-то железное. Достала, посмотрела, не показала, я ей объясню, что это Орден Красной Звезды. Такие ордена просто так не даются. О раритетной находке незамедлительно доложили руководству Северо-Осетинского ведомства. Было принято решение установить владельца военной реликвии и вернуть награду в семью фронтовика. Ведомстве посчитали это делом чести. На Ордене удалось различить его порядковый номер 179-259. В Центральный архив Министерства обороны был направлен запрос. Из полученного ответа стало известно, что Орден принадлежит шоферу 127-й стрелковой дивизии Александру Михайловичу Юферову. Старший сержант Юферов был удостоен награды 29 апреля 1943 года. В ходе поиска выяснилось, что Александра Михайловича давно нет в живых, но остались его родственники. Удалось установить адрес проживания племянника Александра Юферова. Делегация из МВД Северной Осетии отправилась в город Орлов. Вместе с коллегами из Кировской области и общественниками Орден Красной Звезды передали племяннику фронтовика со словами искренней признательности за бессмертный подвиг его дяди. Расстроганный столь трепетным отношением племянник поблагодарил сотрудников полиции за чуткость и внимание. Память о героях Великой Отечественной войны неизыблема. Знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь за родину, за наше светлое будущее – долг каждого гражданина и его святая обязанность.